Это библейский портал экзогет.ру Сегодняшняя тема Суд над Христом о первосвященниках Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 13 по 27 стихи. Служители иудейские вместе с римским отрядом воинов с пирой, предводительствуемые Иудой Искариотским, арестовали Господа Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Арестовали и связали. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 13 стих. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть к Иоафе, который был на тот год первосвященником. По какой причине после ареста Господа Иисуса Христа ведут вначале к отставному первосвященникам, к тому, который уже потерял свои полномочия первосвященника, к Анне, а не к действующему и признанному всеми в тот год первосвященнику Каиафе. Видимо, здесь две причины. Первая причина заключалась в том, что Анна пользовался большим уважением у еврейского народа, и поэтому ему предоставили честь первым побеседовать со столь важным арестантом. Вторая причина заключалась, видимо, в том, что если Анна сможет соответствующим образом выстроить обвинение, то для Каиафы оставалось совсем немного это обвинение поддержать. Если же у Анны что-то не будет получаться, то тогда действующий первосвященник Каиафа сможет несколько изменить тактику обвинения. Тем более, что Анна был тестем, и, как предполагают, жили и Анна, и Каиафа в одном и том же комплексе зданий, но только в разных частях. 14 стих. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Евангелист Иоанн, произнеся имя Каиафы, как действующего первосвященника, напоминает, какова уже была его роль в том, что Иисуса сейчас арестовали. То есть он уже прежде предложил Иисуса убить ради благополучия всего народа. И тем самым Иоанн Богослов хочет сказать, уже Каиафа заранее настроил евреев на то, чтобы приговорить Иисуса к смерти. Поэтому данный суд о первосвященниках изначально не мог быть справедливым. 15 стих. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же Си был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. Другой ученик – это, конечно же, автор четвертого Евангелия Иоанн Богослов. Каким образом он был знаком первосвященнику, в Евангелии не говорится, и поэтому мы можем только встроить догадки. Он был знаком первосвященнику, и по этой причине служители также знали Иоанна Богослова и пропустили его во двор первосвященника. Похоже, в силу того, что арестант был важный, в силу того, что арестанта обвиняли в бунтарстве, в попытке революционного заговора против Рима, то не всех разрешали пропускать в первосвященнический двор. И вот Иоанна Богослова пропустили, потому что его знали с некой положительной стороны. 16 стих. «А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра». По ходатайству Иоанна Богослова предверница пропускает и апостола Петра туда, во двор этого комплекса, где жили первосвященники Анна и Каиафа. 17 стих. «Тут раба-предверница говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал «Нет». Святитель Иоанн Златоуст считает, что данные слова со стороны служительницы были произнесены с сочувствием, потому что учителя ведут на допрос, на суд у первосвященника. Но если бы служанка-предверница хотела каким-то образом упрекнуть апостола Петра, она, конечно, иначе сформулировала бы свою реплику. «А вот и ты тот самый! Ты среди учеников человека, которого сейчас будут судить!» Но она очень нейтральна и даже сочувственно говорит «И ты не из учеников ли этого человека?» Не было веских, серьезных оснований для отречения. Однако общая стала обстановка. То, что благодатная беседа с учителем сменилась на арест в Гефсиманском саду. То, что было холодно. Из дальнейшего повествования видно, что служители даже разогрели костер, чтобы греться. И, конечно же, общее потрясение от происходящего все это подтолкнуло пылкого, горячного и замечательного по-своему человека и апостола Петра к тому, что он проявил малодушие и отрекся. Восемнадцатый стих. «Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся». Апостол Петр подходит к костру. Это явный знак того, что ему холодно не только внешне, но и внутренне ему холодно. Его знобит. Нам с вами всем хорошо известно это чувство внутреннего холода, когда приходят большие искушения, испытания и потрясения. И так ему холодно. Он, конечно же, дезориентирован. Он, конечно же, в высшей степени опечален тем, что происходит. Девятнадцатый стих. «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его». Иоанн Богослов приводит основное содержание допроса Господа Иисуса Христа у первосвященника Анны. И, как видно из этих слов евангелиста, первосвященник пытается представить дело так, будто бы Христос есть тайный революционер, а его ученики составляют некую опасную тайную группу, у которой есть тайное учение. Это очень серьезное обвинение. Потому что, кроме того, что эти люди во главе с Иисусом, с точки зрения первосвященника, являются политически неблагонадежными, но эта политическая неблагонадежность даже еще и не полностью раскрыта. И она может быть намного выше, чем, думают сейчас евреи, и чем то, что они предполагают сообщить римской власти. 20 стих. Иисус отвечал ему, «Я всегда говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Если мы читаем греческий текст, стоит глагол «ла-лео» «возвещать публично» и надо перевести с еще более сильным смыслом. Ответил ему Иисус, «Я открыто возвещал миру». Прежде чем сказать про синагогу и храм, Господь говорит обо всем мире. То есть он апеллирует к тому, что его деятельность не только в каком-то отдельном месте, в храме, в той или иной синагоге, но и вообще на всем пространстве Палестины, была абсолютно открытой. Все, что он говорил, он говорил публично, его публичные учения вполне соответствуют тому, что он говорит и ученикам. Не упоминать здесь об учениках. для того, чтобы вывести их из-под удара, для того, чтобы принять основной удар на себя. 21 стих. Господь Иисус Христос апеллирует к праву призвать свидетелей, потому что именно свидетели, которые его слышали в храме, в синагоге, в каких-то других местах Палестины, могут засвидетельствовать, что он в разных местах говорил одно и то же и ничего не скрывал. Никто не может засвидетельствовать, что он о чем-то тайно шептался со своими учениками. 22 стих. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты первосвященнику». Общий настрой, который был у руководства первосвященников, конечно же, передался их служителям. Ибо если первые уже решили убить Иисуса, и таким образом вели дело, то, конечно же, и вторые были настроены агрессивно и пренебрежительно. Поэтому один из служителей позволяет себе ударить по щеке. Что, кстати говоря, свидетельствует о том, что допрос у первосвященника Анны носил неформальный характер. Если бы это было собрание Синедриона, то никто бы ему такого не позволил. Но здесь, во время частного допроса, этот служитель пытается выслужиться. И вместо того, чтобы встать на защиту проповедника истины, он его просто банально и грубо ударяет. 23 стих. Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Русский синодальный перевод не совсем точен. На основании самого перевода некоторые читатели делают вывод, что Христос останавливает служителя и упрекает в том, что он его ударил за конкретные, только что произнесенные здесь перед первосвященником Анной слова. Можно так понимать. Но, конечно же, при обращении к греческому тексту смысл достаточно сильно меняется. Ответил ему Иисус, «Если я плохо возвещал, засвидетельствуй о плохом. Если же хорошо, что меня бьешь». Получается, Господь имеет в виду следующее. «Ты меня ударил, потому что хочешь через это показать, что мои публичные выступления на протяжении трех с половиной лет моего общественного служения содержали в себе какое-то злое зерно. Если ты это имеешь в виду, а ведь обсуждается с первосвященником Анной именно деятельность Господа на протяжении последних лет, если это имеешь в виду, выступи свидетелем». Там стоит греческий глагол мартирео – свидетельствовать и прежде всего свидетельствовать на суде. Как сейчас, так и в древнем мире свидетель нес ответственность за то, что он говорит на суде. И лжесвидетеля могли наказать, если он ложно что-то приписывает другому человеку. Причем наказание, которое предполагается за это несовершенное преступление, за клевету по подобному преступлению, именно это наказание могло быть предписано и лжесвидетелю. Поэтому Господь говорит, «Если ты хочешь, свидетельствуй». Но, конечно же, служитель на это не пошел. Итак, через этот диалог, когда Господь предлагает вначале пригласить свидетелей, а теперь, когда некий человек из числа служителей первосвященника даже его ударяет, говорит, «стань ты свидетелем», и он отказывается, достаточно очевидно, что обвинение первосвященника Анны являются абсолютно надуманными. 24 стих. «Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе». И если они действительно занимали два крыла, две части этого большого единого комплекса, то получается, что Господа Иисуса Христа ведут связанного через тот самый дворик, где находятся и служители, где разведен костер, около которого греются и они, и апостол Петр. 25 стих. «Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал, «Нет». Если первый вопрос, который был задан апостолу Петру со стороны предверницы, носил нейтральный характер, может быть, даже сочувственный, то, конечно, здесь уже не нейтральный, а скорее претенциозный характер. «Может быть, и ты из учеников этого человека?» И апостол Петр отрекается вторично. «Нет», — говорит он. 26 стих. «Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду?» Прежде чем обсудить этот вопрос, необходимо обратить внимание на весьма специфичный термин, который здесь использует Иоанн Богослов. Это термин «отион» — уменьшительная форма от греческого слова «ус» — «ухо». Получается «отион» — это «ушка». И надо сказать, что некоторые толкователи предлагают так и переводить «ушка», например, в подстрочнике Виноградова можно найти такой перевод. При этом имеют в виду, что речь идет о крае уха. Но тогда нужно смотреть и главу ту же самую 18-ю, 10-й стих, где апостол Петр отсекает ухо «малху», и мы находим там термин несколько отличный, но это тоже уменьшительная форма от слова «ухо». Это термин «отарион». И, соответственно, те же самые толкователи считают, что нужно переводить и там, и там «ушко» — уменьшительная форма, и предполагать, что была отсечена только часть уха. Однако наш с вами замечательный русский филолог Сергей Иванович Соболевский в своей работе «Греческий язык библейских текстов» указывает, что в греческом языке того периода, который мы называем коэне или кини, в зависимости от произношения, когда мы говорим об уменьшительных, некоторые из этих вроде бы, на первый взгляд, уменьшительных форм потеряли свое уменьшительное значение. Он приводит как раз эти два термина «отарион» и «отион». Они стали означать просто «ухо». Поэтому получается, что в данном случае не стоит усматривать какого-то особого оттенка смысла, но речь идет именно об отсечении уха апостолом Петром. Итак, родственник Малха говорит Петру, «Не я ли видел тебя с ним в саду?» И вот это третий вопрос. Это уже прямая угроза, потому что если он отсек ухо моему родственнику, он не просто один из учеников Иисуса, а он уже является преступником, человеком, который поднял нож на раба самого первосвященника. Интересно, что данный вопрос при всей своей кажущейся грозности не учитывает тот факт, что Господь Иисус Христос исцелил ухо раба. Однако вот этот пережитый шок, когда апостол Петр поднимает руку и ударяет, конечно же, запечатлелся в памяти стоявших рядом людей и особенно родственников. Поэтому этот третий вопрос самый сильный, самый сложный и самый тяжелый для апостола Петра. 27 стих. «Петр опять отрекся, и тотчас запил петух». Из повествований синоптиков мы знаем, что при этом Господь Иисус Христос, который был где-то неподалеку в этом же комплексе зданий, похоже, он мог видеть через двор апостола Петра, и апостол Петр мог видеть Господа. Христос посмотрел на него, и апостол Петр понял этот взгляд, горько разрыдался, раскаялся во своем сердце, и, выйдя вон, побежал. Конечно же, то, что описывает Иоанн Богослов, вот эту последовательность из трех вопросов можно рассматривать как некую типологию искушений или испытаний человека. Потому что вначале предлагается не самое большое, не самые сильные искушения, и у человека еще больше сил это искушение преодолеть. Но если оно не преодолено, если человек подпал под это искушение, если он отрекся, второе следует более сильное, и, наконец, третье самое сильное. В аскетической практике наши христианские подвижники говорили о некой цепочке греха. Они наблюдали за своей жизнью, за жизнью братьев монашествующих, и заметили, если мы допустили себе согрешить в чем-то небольшом, это первое звено, которое тянет за собой больший грех, затем следующее звено, еще больший, и так далее, и так далее. Если не остановиться усилием воли и покаянием, то тогда, конечно же, человек уже полностью подпадает под действие греха, становится рабом греха, и рабом падшего ангела-дьявола, который, эксплуатируя этот грех, как некую пробоину в душе человека, пытается полностью взять власть над ним. И только поступок апостола Петра, который последовал далее, и может прервать эту цепочку греха, ибо Петр раскаялся в сердце и горько плакал. Поэтому и у нас, если бывают такие ситуации, когда втянулись во грех, выход только один. Расплакаться пред Богом, наедине с Ним, попросить прощения, и тогда Он своей благодатью позволит остановить эту цепочку греха. И как апостола Петра впоследствии Господь восстановил в апостольском достоинстве, так и каждого из нас Христос восстановит в возвышенном звании христианина. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok